Выпускница Екатерина Ледовская закончила бакалавриат с отличием и собирается в магистратуру по тому же профилю информационной системы и технологии. За четыре года обучения нашла друзей молодого человека и работу. На удаленке рисует реквизит и фоны для простоквашина в «Союзмультфильме». Но даже получая красный диплом с вузом расставаться не собирается. Я очень волнуюсь, очень переживаю, как буду смотреться в кадре, как получить диплом. В общем, я очень переживаю. Но, конечно, на этом я еще не прощаюсь, потому что собираюсь идти в магистратуру и завтра буду подавать документы, поэтому сегодняшний день это не прощание. ДГТУ сегодня перестроил полностью весь учебный процесс и может предложить то, что сегодня им необходимо. И они, когда приходят на работу, не надо переучивать уже. Сегодня, в настоящий момент, мы, в принципе, знаем, что почти 85% трудоустроены и им уже предложили рабочие места. В этом году вуз выпускает 4289 специалистов и каждый четвертый окончил с отличием. Для торжественного награждения выбрали 125 лучших выпускников, которые отличились в учебе, спорте, общественной, творческой и научно-исследовательской деятельности. Стартапы некоторых студентов даже внедряют в производстве. Это НОЦ, который создан на базе нашего Донского государственного технического университета. Это 26 студентов от области и 14 от университета, которые стали победителями студенческого стартапа в России. И вот эти примеры, они дают, собственно говоря, уверенность в устойчивое социально-экономическое развитие региона. Весь вечер для выпускников работали интерактивные площадки, а после награждения выступила кавер-группа. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Первый, Ростовский.